Это очень личная программа о принципах и правилах жизни. Наш сегодняшний гость – человек, без которого современный российский баскетбол кажется невозможным. Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко. Сергей, я должен признаться, что для меня разговор с вами – это в чистом виде использование служебных положений в личных целях. Настолько я люблю баскетбол, настолько много ему в жизни, в детстве, в юности отдал времени. Представляете, я еще начинал играть кожаным мечом, когда ты его не ловишь, он шнуровкой в тебя попадает, это просто травма сразу. Хотел вас спросить, почему вы пошли в баскетбол, кто были ваши родители, почему они отдали вас в баскетбол? Все-таки не родители мне отдали в баскетбол, а маленький рабочий поселок около Перми. Шестой класс закончили, седьмой класс пошли, и вдруг приходит в школу тренер, он же учитель физкультуры, тренер по баскетболу, Виталий Мишторсунов, и меняет жизнь многих моих сверстников, и меня в том числе, кардинально. Рабочий поселок, какие-то стройки, завод строят, строительные организации, в которые привлекаются люди, которые на каких-то поселениях строят. Жизнь такого серенького поселка, обычно там прогнозируемая, где-то покурить, выпить и куда-то влево-вправо. И именно этот человек меняет нашу жизнь кардинально. Он прививает нам не только любовь к баскетболу, потому что он сам великолепно играл в баскетбол. Я помню, первый раз меня поразило на уроке физкультуры, он сказал, так, ну-ка, почему вы все, кто в шортах, кто в штанах, завтра, чтобы были все в баскетбольной форме. Это шорты и майки. Выстроил нас по ранжиру. И вот это первое внимание вот этого баскетбольного, такое классического, смотришь в одну сторону, посадуешь в другую, мне так понравился. Это резиновый мяч, вот с такими вот грыжами, пузырями. Ты его ударяешь, он летает в совершенно другую сторону. Но был необычайный кайф от того, что мы вот увидели. В какой момент любовь к баскетболу стала вашей профессией? Это намного позже. Это понятно. Это намного позже. Все-таки после армии пошел в дом спорта в своем родном поселке инструктором по спорту. И тогда он же, тренер, тот уже был директором этого нашего маленького дома спорта в Ледах, пригласил меня инструктором по спорту. И я вел маленькие детские вот эти группы в баскетбол обучающие. То есть они вот перед школой, старшая группа. И мы какие-то вот игры устраивали. Тоже мне очень нравилось это мероприятие, потому что ты быстро увидел результат. Ты вроде бы маленьким детям объясняешь, они через какое-то время понимают и делают. Вот это тоже первое такое пришло, что... То есть получается, что первые заработанные деньги тоже были на баскетболе? Тоже на баскетболе, правда, инструкторам по спорту. Я тоже первые деньги заработал на баскетболе. Я играл в заемную команду, нас поставили судить взрослые соревнования. После этого говорят, подадите, пожалуйста, распишитесь. Дали по пять рублей. Первый свой заработал. Значит, здесь мы где-то близко зарабатывали первые деньги на баскетболе. Затем все-таки пошел серьезный бизнес. Вот эта вот история, которая называлась... Ну, серьезно назвать нельзя, типа дискотеки, которыми зарабатывала. Музыка присутствует у меня всегда. Да, она меня двигает, приличная музыка. Куины, битлы, вот этот Пин Флойд, который... То есть кумиры поколения. Да, Пин Флойд, который я когда-то увидел в Москве, попали, боже мой, бутылку водки и сгущенку меняли на билет на Пин Флойд. Выменивали у людей, которые шли по разнарядке туда. И вот мы их в тоннеле ловили и меняли. И когда я увидел Пин Флойд, моя жизнь второй раз поменялась. Я очень долго ходил в майки, написал, прямо сам изготовил майку, я написал, я видел Пин Флойд. Так впечатлило меня вот это в Олимпийском эти концерты. Вот это шоу, вот это вот держание такого большого количества зрителей в напряжении. Мне это очень понравилось. Баскетбол все время присутствовал параллельно. Мы с другом организовали передачу на областном телевидении. Были нестандартные и все нестандартное я люблю. Это были 90-е. 90-е, конец 80-х, 90-е. Дальше все пошло как у всех. Теперь я понимаю, по-моему, вы в какой-то момент, наверное, поняли, что продаете не собственно баскетболу, а продаете впечатление. Это было после Пин Флойда, вот вы правы совершенно. То есть вот этот как бы микс сложился. И когда до баскетбола мы добрались, мы сначала играли компанией в городских соревнованиях, ну просто для смеха писали там какие-то рок-н-ролл, джаз-бэнд. Здесь наша реклама. Устраивали шоу, наступишь на линию. На самом деле не наступишь, а кричишь на линию. Судья поддается, свистит. И в какой-то момент совершенно городские соревнования, мы обратили внимание, что приходит человек 300 посмотреть на нашу вот такую немножечко crazy тим. Это же внимание. Это же вот как-то вот работает. И очередной раз в городе Чайковском мы выиграли чемпионат областной. И главный тренер Пермской области по баскетболу заходит. Слушайте, Грейт. А мы тогда назывались просто Грейт. У меня компания была Грейт, бизнесовая. Будущая Урал Грейт. Да, это была компания Грейт. И команда городская у нас называлась Грейт. Ребята, бизнесы со мной, бизнесом занимались параллельно какие-то. И вот мы тихонько сами финансировали. И он говорит нам после очередного выигрыша, вы организованы лучше, чем политехник, который играет в чемпионате России. И вот тут под пиво, так сказать, под победу мы решили двигаться. Он говорит, забирайте команду, вы сможете. Он нас подтолкнул. Ну вот в стране вы стали известны как менеджер Урал Грейта. Неожиданно из первой команды вдруг становится таким серьезным конкурентом и ЦСКА, и всем остальным. Расскажите вот этот момент. Как произошел? Что вы поняли? Ну, знаете, вот сначала мы, конечно, абсолютно не думали на какие-то большие задачи. Тем не менее, достаточно быстро погрузились вот в эту тему. И относились ко всему как частные... Вот как люди, которые сами инвестируют. Мы покупали карандаш не за 10 рублей, а за 3. А он ту же функцию нес, он писал. У нас не было вот таких вот, нам дали бюджет, мы его там куда-то или... Мы сами эту копейку считали, контракты подписывали так же. И здесь целая плеяда. Я всегда говорю, что люди, которые в Урал Грейте собрались, они любили баскетбол так же, как и я. 24 на 7. Они могли не спать, они... И вот только это стало давать результат. В жизни есть много нерешенных задач И чтобы не скиснуть от неудач Плюнь на проблемы, приходи на стадион Поболей за Урал, Урал Грейт Чемпион То есть на своей судьбе вы поняли, что такое отличие собственного от государственного? Очень рано. Очень рано, потому что уговаривая своих партнеров по бизнесу финансировать новый проект Это было очень сложно, и надо было доказывать, что мы во что-то это конвертируем И понятно, конвертация стала приходить, когда нас просто стали узнавать Мы в Перми стали популярными Причем какие-то рейтинги стали превышать, извините, рейтинги близко к мэру и гувернатору Узнаваемость Урал Грейта стала такой Но ключевой эпизод я все-таки расскажу Да Мы в 99-м году вышли в плей-офф И в полуфинале попали на Тульский Арсенал На СССР проиграли, а за третье место играли с Тульским Арсеналом Хорошая команда Ким возглавляет, играли Антон Юдин, Антипов Они приезжают к нам в Пермь, в Молот, 7 тысяч людей, и мы проигрываем До двух побед Приезжаем в Тул, и вдруг у меня Орлы во втором овертайме выигрывают А уже столы накрыты В ЦСКА тоже были такие ошибки Были такие ошибки в ЦСКА И получается, что РФБ вдруг заявляет Тула не поедет к вам, вот вам медали бронзовые И у них нет денег поехать в Пермь на третью игру Я говорю, я такие медали не возьму Не нужны такие медали Отдал им этот пакетик с медалями Отправил команду в Пермь Готовится, а сам поехал ребят собирать из Тула Во главе со старшим Хорошенко То есть вы собирали команду соперников Да, 7 человек уговорил И они приехали в Семером играть вот этот бронзовый матч Уже в 7,5 тысяч проданных билетов 8 мая И мы проигрываем И мы проигрываем И я считаю сейчас это ключевым моментом следующего взрыва Я бы тогда не пересмотрел концепцию команды Не убрал людей, которые не смогли вот этот матч подвести так, как выиграть И не пригласил бы Белова И все сложилось так Это ключевой момент Надо объяснить, что Сергей Александрович Белов Великий баскетболист был главным тренером Уралгрейта в его лучшие годы Да, да Его в смысле Уралгрейт Да, 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 это так А кто придумал Единую Лигу ВТБ? Сергей Борисович Иванов Это его детище И я очень благодарен, что через какое-то время я отсутствовал в баскетболе И он мне вернул, как говорится, в мое любимое дело И в 2014 году клубы проголосовали за меня И выбрали президента Единой Лиги ВТБ Тогда это был колоссальный проект И поверьте, тогда 22 команды всего постсоветского пространства играли Баскетбол был очень качественный, высокого уровня О чем мечтали, когда создавали эту лигу? Что она будет такая европейская? Она и была восточно-европейская Была, да, восточно-европейская Очень хорошая каша Поляки играли Поляки, Чехи, Эстония, Литва, Латвия, Жальгерис, Литова-Срита Знаменитые баскетбольные бренды Все двигалось к тому В какой-то момент Евролига стала давление испытывать Потому что Лига ВТБ развивалась такими шагами Что на нее нельзя было не обратить внимания У баскетбола есть какие-то свои проблемы Которые вряд ли отражают весь спорт Это какие-то его собственные Ну вот, например, проблема того, что в сборную Не хотят в ее жизни, работе участвовать звезды У каждого своя причина Иногда это клуб, иногда это его личная причина Но в сумме получается, что до недавнего времени В сборной лучшие баскетболисты не играли Почему так получилось? А вы знаете, я думаю, что это в прошлом Это в прошлом, это руководство РФБ Когда вот до Андрея Кириленко Там была ситуация очень нехорошая И отношения между клубами, сборниками Федерации были настолько сложны Нехорошее, это мягко сказано Закончилось, по-моему, судебным преследованием Это вообще судебными историями закончилось Поэтому это вот как раз тот период, о котором вы говорите Сейчас не так Сейчас несколько другие проблемы Это уже конфликт Евролигии и ФИБО Где Евролигия и ФИБО не могут никак договориться И ставят окна национальных команд прямо на матче Евролигии Это было в прошлом сезоне Невозможно одного человека Время и день трансляции национальных команд по отборке В чемпионату Европы, мира и так далее И игры Евролигии и Еврокубка То есть приходится выбирать между игрой сборной и языком А деньги они получают в клубе А деньги они получают в клубе Страховка в клубе То есть вот это уже такая тактико-техническая история Которая, надеюсь, в этом сезоне она пройдет Потому что ФИБО все-таки отделила игры сборной От игры Евролигии, надеюсь, что звезды Евролигии будут участвовать в национальных командах Понятно Вот не надо быть большим специалистом по баскетболу, болельщиком ежедневным Но ты видишь, что во всех серьезных клубах России тренеры и иностранцы Чего не хватает нашим тренерам? Почему всегда у лучших команд тренер и иностранец? Это рынок Это баскетбольный рынок Тут вот отметим, что все европейские соревнования, клубные и наши в том числе Это коммерческие мероприятия Да Где, собственно говоря, хозяева клубов выбирают ту или иную стратегию и приглашают Опять же, напомню И тут единая лига ВТБ никак влияет Никак Это рынок баскетбольный, он европейский Напомню, что последний чемпионат Европы выиграл команда Испании Где самый баскетбольный испанский чемпионат Испания много лет лидер европейского баскетбола И у них тренер иностранец много лет И Лоренцо Браун был натурализован для того, чтобы сыграли на чемпионате Европы Это рынок регулирует У нас регулирует рынок и ситуация Три российских тренера вернулись в лигу ВТБ И они сегодня будут доказывать свою состоятельность на этом уровне Пашутин, Карасев, Базаревич При этом и русский специалист работает в сборной Казахстана И возглавляет команду Астана Сейчас как раз то время, когда можно набраться того опыта, чтобы быть на уровне Ведь у нас никогда русских тренеров не приглашают в европейские клубы На мою память ни одного российского тренера не приглашали работать Я тоже не помню В футболе это есть, в хоккее это есть Да Вот давайте продолжим тогда эту тему нынешней ситуации Эта ситуация имеет обратную сторону Это серьезный шанс для наших игроков Которых не будут так густо закрывать приглашенные легионеры Что вы об этом думаете? Какие точки роста у нас есть географические? Я имею в виду Как мотивировать легионеров, которые тоже есть? Ну, смотрите, рынок, как мы тоже с вами обсуждали Баскетбольный, очень специфичный на качественных игроков, тренеров, специалистов И на мой взгляд, вот в июне месяце, если бы не сказали, что у нас в начале сезона у клубов будут такие игроки и тренеры Я бы так засомневался Сейчас очень конкурентная борьба будет в верхней части Уже сейчас видно Нижняя часть клубов в связи с ситуацией маленького курса доллара И возможность приобретать игроков достаточно приличного уровня Даже на средний уровень команд Он появился И при этом россияне появляются в каждом клубе Их жестко не хватает Качественных, подготовленных игроков жестко не хватает Интересно, что это, видимо, касается всех видов спорта В футболе же тоже В футболе то же самое Они особенно ценятся Поэтому сейчас у них, как вы правильно говорите, у них есть реальный шанс вырасти Причем те легионеры, которые подписаны в клубах, они как раз и будут эту конкуренцию создавать Вот тебе место, ты третий номер, у тебя иностранец здесь и ты Ну вот, конкретно в клубе, займи его место Я хотел вас перебить Говорят, спорт не политики, так баскетбол сейчас это демонстрирует самым ярким образом Потому что, с одной стороны, такая тяжелая международная обстановка, напряженная между странами И баскетбол, где играют американцы, европейцы И никто их не освистывает, не запрещает У нас около 30 американцев в лиге 30 американцев? Да, у нас французы поехали Причем такие яркие, как РТЛ, которому французская федерация запрещала играть в российских клубах Он все-таки сказал, я буду играть в России, в Зените Он же в Барселоне играл Он играл в Барселоне, играл в Испании, он практически вытянул Францию до финала И Паскуалю конкретно сказал, мне очень хочется играть в Паскуале, я поеду в Россию Паскуаля-то тренер Зенита Тренер Зенита Не все такие фанаты Да, конечно Тренер питерского Зенита, который привел его к чемпионскому титулу Более того, самый главный месседж о том, о чем вы говорите Это наш суперкубок, который прошел совсем недавно Нам удалось пригласить партизаны, мегу сербскую Мы сделали очень хорошие турниры с нашими клубами И это как раз показательно, что точно вне политики и сербы И в нашем чемпионате играет Астана, играет Минск Астана, Минск, к нам приехали сейчас сербские команды Давайте еще об одной тогда проблеме, раз уж с этой стороны хорошо Меня удивляет, что у нас нет традиции с почестями провожать лучших ветеранов Может быть это связано с тем, что они сами капризничают Есть какая-то такая традиция? Навязывает ли ее Единая Лига ВТБ клубом? Может, вот эта судьба спортсмена, она короткая, к сожалению Яркая, блестящая, но короткая Я понимаю, тут надо сказать конкретно по ЦСКА ЦСКА с большим вниманием относится к ветеранам С большим Вот когда мы пришли в клуб Нас пригласили Андрей Ватутин со мной пришел И тогда мы приняли и защитили вас Опять надо рассказать, что вы были президентом клуба ЦСКА И сменил вас Андрей Ватутин И тоже вместе с вами в Перми работал Да, и мы тогда защитили программу поддержки финансовой всех ветеранов баскетбольного ЦСКА Эти степени платятся до сих пор И совет ветеранов, который возглавляет Сергей Тараканов Вся работа Замечательный баскетболист и комплектатор Лучший менеджер, который привел нашу сборную к победе в 2007 году На чемпионате Европы И я думаю, что какое-то время пройдет еще И это все встанет на правильный путь У меня еще есть вопросы по очень интересной части вашей судьбы Вы были членом директоров Бруклин НЭЦ А что вам дала эта работа? Это же совершенно другая лига Другие условия, другие деньги И вообще в чем была ваша роль? Вы ведь при этом продолжали руководить единой лигой ДТБ Ну давайте закорим глаза и представим Мы начинали разговор Маленький поселок под Пермь Член совета директоров клуба НБА Ну не это ли мечта? Человек, который любит баскетбол Конечно Наверное, если бы вам тогда сказали Я бы просто сказал Знаете что? А вот так вот в жизни сложилось Что получилось Прежде всего интересовали технологии Как работает механизм Как готовятся игроки Как подводятся игроки Много всего узнали Более того Открывали двери для наших российских тренеров Управленцев Ребят Уникальная возможность У нас был проект Бруклин Бридж Мост между Россией и НЭЦ Межсезонные школы И в сезоне Мы собирали тренеров молодых Привозили их в Бруклин-Эс Возили по школам Как развивают молодых игроков Там, где они лучше всех развиваются Мы выпустили книгу Лучшая тренерская книга в Америке Перевели ее Разрешение нам дал авторы книги Мы бесплатно ее раздали тренерам Каждому подарили доску тренерскую Мы сделали на самом деле много И пытались открыть двери В лучшую индустрию баскетбола в мире Не могу сказать, что российские тренеры Вот с большим... Так уж впитали Так уж впитали Иногда фразы говорили Да, что мы там под штангу 14-летних не кладем Ну вот, типа у них свое мнение Мы же не говорили спорить Мы говорили Заберите то, что вам надо Интегрируйте у себя И тогда вы получите тех игроков Которых здесь получают Они в очереди стоят Это же лучшая история Которая сегодня работает в мире И всегда надо смотреть на лучших Чтобы себя улучшить То есть вы им дали удочку Некоторые вещи проходили Некоторые... Почему вы сами научились? Что вас удивило в этой лиге? Все мы как зрители бывали На баскетболе в Америке Но вы же увидели это изнутри Внутри мне больше всего понравилась Подготовка топовых игроков к матчам Я был просто поражен Джо Джонсон у нас играл Такой игрок Он был олдстар И много раз в Атланте И потом к нам перешел Но был ключевой Меня поразило, что он на каждую игру Приходил за два с половиной часа Он просил прийти тренера По функциональной подготовке По физподготовке Массажиста И они готовили его тело к игре И я видел, как он преображался В 33, 34, 35 Он просто был ключевым игроком Меня поразило Рядышком молодые игроки Сидели и ели какой-нибудь попкорн А вот он вел себя совершенно по-другому Механизмы, которые там работают Продажники, которые там работают Для продажи билетов Механизмы, при которых Можно было увеличить цену билетов на 20% Только опубликовав, что Ким Кардашьян встречается с игроком Бруклин Эрс Одна фотография в сторис И 20% билет поднимается И 4,5 тысячи продаются за два часа Механизмы, которые можно здесь применять И поэтому интеграция не всего Придет на наш баскетбол европейский Но там есть механизмы Которые могут работать у нас А если говорить о нашем баскетболе Еще раз Где в России Вот Как бы лучшие команды союзные Питер, Москва Уникс Казань Краснодар Где в России точки роста для баскетбола? Краснодар Пермь Недавняя открытая академия ЛОК Андрей Ведищев Открыл уникальную Инфраструктуру Просто номер один сейчас в России Питер всегда славился Своими конструкциями Собирать очень талантливых И доводить их до больших команд В Перми Конкурентная среда Создана 4 узла Которые друг с другом конкурируют И каждый год выходят игроки В национальные команды В большие команды В Лиге ВТБ Значит Москва Своими возможностями И большим охватом Также дает ситуацию на гора И вот Совсем недавно Они МБА Мы приняли в Лигу ВТБ И первый же матч показал Они собрали только россиян И этот российский клуб Так бываемый Пытается Своей стратегии Показать Что именно россияне Которые Вот Ну вот В больших клубах Они просидели Они их собрали И пытаются дать им Именно Дать шанс Дать шанс Что сказать Ребят Мы и российская команда А кто финансирует этот клуб Москва Московские спонсоры есть Значит А вот в нижнем уровне У них очень давно Значит Московская баскетбольная академия Они несколько уровней держат И дюбл И молодежную команду Они раньше зашли Молодежную команду К нам в Лигу ВТБ Посмотрели Как это все работает И конечно Собрали За счет своего ресурса Всех Молодых Которые посидели В ЦСКА Даже из ЦСКА Ушли пару человек Да Молодые ноги Игорь Ильич Молодые ноги Защищаются Бегут Очень хороший комментарий После этой игры Сказал Валиев Он уже так возрастной Опытный парень Я за ним не успеваю Вот Вот и все Значит Будет будущее А болельщики Отличаются у нас В стране В разных Географических точках Или президент Это один уже Отличированный болельщик Отличаются Хороший вопрос Отличаются Баскетбольная культура Я это называю Баскетбольная культура Боления Везде разная В Питере Ну вот Культурный питерский болельщик Он всегда болеет У них есть фан-клуб У них есть небольшое микширование С футболом И это микширование Все больше и больше То есть там Зенит такой Конгломерат Там вообще Ожесточенный Футбольный болельщик И футбольный И сейчас баскетбольный Но баскетбольный Все равно Немножечко иной Культурный приходит Там вот В двух городах Похлопают соперникам За красиво забитый мяч В Перми и в Питере Вот обратите внимание То есть вы из Перми выехали Но культуру какую-то остались Культура там осталась Да Культура осталась И болельщик в Перми Оценивает баскетбол Это вот Я удивлен Но столько лет прошло Сурал-Грета И Парма возрожденная И в Лиге ВТБ Они самые посещаемые Кубы по стабильности Пять тысяч в среднем На каждой игре На каждой игре А не на ЦСКА и Зенит Как во многих городах И даже на этих играх Когда понятно Что вряд ли удастся выиграть Да Они приходят И даже когда приезжает Соперник по Славу Все равно народ идет Потому что там Баскетбол продан Как отдых И его и надо так продавать Мне понравилась Фраза Которую я давно Прочитал У Василия Аксенова Его вот Заменитый Любителем баскетбола Он там написал Такую фразу И я увидел Хореографию баскетбола Вот хореография баскетбола Она подходит К Перми Где Дягилев Где балет И баскетбол Вот у Вас Такая Профессиональная карьера В баскетболе А кого Вы считаете Самыми великими Баскетболистами Вашего поколения Тех Кого Вы видели Наши и иностранцы Ну наши Конечно Я сам вырос И на 72 Олимпийском Олимпийской победе И на 88 Уже близко К этому возрасту Я очень дружу С Шароносом Значит Я очень дружу С Сашей Волком Вся сборная Гомельска 88 года Мне очень Импонирует И близка Я считаю На играх ЦСКА Значительная ее часть Да Да Ну Вы знаете Вот Сказать что Кого-то выделить Именно Европейский и советский Баскетбол Это командные игры Вот именно Командой выигрывал Всегда Даже вот Кстати У Аксёна уже Очень хорошо Описан матч Спартак Питерский ЦСКА В Тбилиси И там он Написал О Сергее Белове Что Это просто Монстр Просто Забивал Забивал И вы знаете Там у него фраза была Он написал так О греческие боги И коми пермяцкие Почему он написал Коми пермяцкие Представляете Судьба так Он про Белова так писал И Сергей Александрович Оказывается В Перми Через какой-то Хотя сам он Из Екатеринбурга Сам он Сам он Томский Играл за Уралмаш Играл за Уралмаш Представляете Как я давно Наблюдаю баскетбол Я помню Стартовую пятерку Уралмаша В которой был В том числе Белов Ему было лет 19 Да Да Молодым Там еще играл Великий баскетболист Кандель Который Из угла Забивал Крюком И крюком И полукрюк Он у нас в Перми Был постоянно Сын его Играл в Уралгрете В одном из первых составов В два года Саша Кандель Не могу сказать Что я посещаю Все игры Но ЦСКА Когда играет Ключевые игры Я пытаюсь Побывать И в этом мне помогает Сама команда Но я вижу Очень много Известных лиц Как создается Этот клуб Известных людей Или это Самостоятельно Так получается Помогают ли они Команды Ну конечно Помогают И те Люди Ну как У нас там Коротко называть Селебы Ну так По рабочему Вот Но люди Которые реально Любят баскетбол Понимают Баскетбол Уважительно Относятся К баскетболу Когда Команда Проигрывает Любимая Выигрывает Когда была Евролига Конечно На ЦСКА Очень много Ходят И Андрей Ватутин Здесь Делает Очень хорошую Даже не работу Как это называть Создают условия Для того Чтобы Люди приходили Именно отдыхали Получали удовольствие Это целая Линейка Как встретить Как проводить Как накормить И эти люди Имеют Серьезные компании Бизнес Которые Естественно Могут помогать И клубу И баскетболу В целом Наш проект В единой лиге ВТБ Мы на матчах Звезд И на суперкубке Всегда собираем Матч с друзей Матч с друзей Это Такой знаете Микс Многолетняя история Где Бывшие игроки Такого высокого Сергей Панов Алексей Саврасенко Игорь Куделин Там Женя Пашутин Они приходят И играют С ребятами Которые помогают Баскетболу Вот этот микс Очень-очень Хорошо работает Потому что Ну Ребята Баскетболисты Понимают Как А вот Большое удовольствие Поиграть с великими Потом всем рассказать На большой красивой площадке Значит Арены ВТБ Со всеми Вытекающими С судейством С формой Знаете С видео Немножко элементами шоу Да Хорошими фотографиями Небольшой видеофильм Для этого Мы практически Такой вот этот Канал Камерат Многолетняя история Благодарительные матчи Организованы Именно под Какие-то Серьезные мероприятия Знаете Легко быть с командой В дни победы Важно быть с ней Когда она проигрывает Тоже Не изменить И вот я считаю Вот тогда настоящий Болельчий Вы правы Как говорят У нас У победы Много генерала Сразу Но Мне кажется В баскетболе Более здесь Такая Чистая обстановка В этой части То есть С поражениями Команд Кого вы не врали ССКА Казань Зенит Локомотив Перм Везде Есть Люди Которые Именно Знают Что такое Поражение И что с этим Делать Тоже знают Я думаю Что Вот эта Конструкция Общения Да Вот такого Неформального Она Конвертируется Для Успехов Кубов Административным Финансовым А кто был Инициатором Написания Этой книжки Об Урал Грейте И об этих годах Урал Грейте Ну Саша Федотов Который Тогда был Журналистом Спортсболистом Он просто был Реальным Значит Вот Участником Тех Событий С 99 И вот эти Вот все Чемпионские Года И фанаты Перми И вот они Вышли с Инициативой Саша Накидал Говорит У меня Столько Всех Материалов По Перми Того Времени Давай Сделаем Такое А-ля Менеджерская Книга Там в принципе Описано Как в небольшом Городе Я помню Я давал Интервью Спорт Иллюстрейтед После победы ЦСКА В шестом году Они прямо Приезжали ко мне Домой И брали интервью Я вот удивился Но их интересовало ЦСКА Как было Возрождение Как американцы Играют ЦСКА Ну понятная тема Но после Офрекорд Один из журналистов Говорит, а вы знаете За что Больше вас уважаем За Уралгрейт Он был Когда-то Мы с Беловым Были ЦСКА ЦСКА Уралгрейт Было почти ничего Ничего Он говорит У нас всегда интересно Как на пустом месте Можно сделать что-то Что потом Отдаст такой результат И говорит У него еще Видимо Вот ментальность И понимание Советского Союза Было Он говорит Вы же локально В Перми Победили Партийные виды Спорта Футбол и хоккей Я был поражен А второе Он сказал Говорит Ну у вас же такой балет А сейчас еще и баскетбол Вот у него Вообще я подумал Что наверное Каждая команда Серьезной истории Заслуживает такой Своей книжки Конечно Конечно Главное иметь специалистов Я как-то делал интервью Со владельцем И одновременно Главным редактором Нью-Йорк Таймс С Ульцбергером Младшим Он меня провел Через всю редакцию Нью-Йорк Таймс И когда я зашел В большой зал Скорее большую комнату Где сидело человек Восемь-десять Это был отдел баскетбола Я подумал Как эти люди Должны разбираться Если они занимаются этим Каждый день Всю свою жизнь Ну вот Спорт иллюстрировал Меня удивил Поэтому они так и понимают Они поэтому понимают Именно так Ну вы для них Потрясающий Пример Потому что вы Сами себя сделали Безусловно Вы даже Сделали себя Не став великим Баскетболистом Там понятно Великий И потом у него Жизнь продолжается Уже в каком-то режиме Наш разговор Рано или поздно Катится к концу Хотел вас спросить Об одном таком Может быть даже Философском моменте С которого вы Начали наш разговор Как так пережить Поражение Чтобы оно В конце концов Вылилось в победу Это для многих Сейчас важно Да Это Я к этому привыкал Я тренировал это Моя семья В этот момент Мне очень сильно Помогала То есть поражение В Перми Я приехал домой И супруга Светлана Говорила Что случилось И она же мне говорила Ну завтра проснешься Будет другой день Но нет Меня не отпускало День Два И в какой-то момент Вот уже Когда я в ЦСКА Когда меня в ЦСКА Пригласили Как мне кажется Я натренировал Чтобы не пропускать Это через себя Нельзя пропускать Поражение Глубоко Через себя Оставляя след Надо очень быстро Это проанализировать И превратить это В исправление ошибки Ты же знаешь Почему ты проиграл Ты же знаешь Как будет тяжело И к этому надо Немножко приготовиться Да Будет тяжело Но именно В этот момент Ты должен проанализировать Как сделать завтра И второй у нас Тезис был За много лет С моей команды В Перми В Москве И затем Лиги ВТБ Все плохое до игры То есть Все что ты можешь сделать Ты должен сделать И если что-то Происходит Плохое Оно должно Произойти до игры Потому что там Режиссер-тренер А актеры-игроки И там ты уже Ничего не сделаешь А до игры Ты что-то можешь сделать Исключи ошибки И может быть Тебе не будет Так тяжело Как могло бы быть Знаете Когда вы это говорите Я начинаю Ясно понимать Почему вы На том месте На котором вы находитесь Да Это так А какие вообще У вас правила жизни Я спрашиваю об этом всех Ну Порядочность Этому учил Учила моя семья Папа, мама Если ты дал слово Отец очень часто говорил Мужик Ты сказал Ты должен сделать А если не можешь Не говори слух Тренер научил Надежности Мы ходили не только Мы играли в баскетбол Бегали в эстафету Но мы ходили в походы Причем такие Серьезные Около перевала Дятлова На 3-4 дня На плотах Потом на катамаранах И до сих пор Хватит Тогда получалась команда Да И тогда Когда ты гребешь Шестером И вот такие вот пороги Ну извини меня Ты должен Знать Что ты несешь Ответственность за всех И поэтому Вот пытаться Пробовать Посчитать все И не сделать ошибок Уже с того времени Потому что опасность Всегда была близка А раз она близка Значит ты должен Какие-то вещи Предусмотреть Конечно Порядочность Не только К Женщине Семье Близким Но и к своим коллегам По работе А это очень сложно Это очень сложно Когда ты в спорте Когда у тебя соперники Не только на площадке Административная история Ну конечно Это вот маленькие детали Которые Ты должен Тоже понимать Ну и вот Наверное Главный принцип Я сказал Все плохое до А тогда ты Наверное Сделаешь Качественно то Что ты готовишь Завтра Я думаю Сейчас вас Многие услышали Спасибо вам за разговор Спасибо вам Субтитры сделал DimaTorzok